Встретились через 40 лет бывшие курсанты Иркутского военного авиационно-технического училища Вновь прошли по территории военного городка Но теперь, чтобы вспомнить годы учебы и увидеть, как время и реформы Минобороны Изменили их альмаматор О встрече выпускников Ивату сюжет Туяна Немаевой 40 лет спустя им есть о чем поговорить Бывшие курсанты вновь шагают по территории родного Иркутского военного авиационно-технического училища 30 выпускников из пяти род идут по той же дороге, которая ведет от контрольного пропускного пункта к лагерю набора Мы помним, что там начальник училища прятался, контролируя нас, как мы с троем ходим Чтобы толпой не ходили все Как он увидел, как он увидел, что его калецом стоит, так сразу быстрее в строй бежать было Генерал там все, нас втругался все Все эти люди – выпускники 1974 года Специалисты техники, инженеры самолетов, авиационного оборудования Сейчас офицеры, полковники в отставке Многие отслужили в разных точках страны и мира Участвовали в боевых операциях в Афганистане и Чечне Живут в Иркутске, Ангарске, Владивостоке, Хабаровске и в других городах страны Но до сих пор поддерживают связь друг с другом Друзья со школьной скамеи Михаил Шматов и Олег Гамаюнов У них в руках фото, на котором они тогда еще курсанты Запечатлены за год до выпуска Вместе окончили Уст-Сидинскую школу-интернат, военное училище, затем Академию Жуковского в Москве Какие были молодые, что называется? Ну, я думаю, мы с собой не постарели, да? Ну, только головы Только помолодели? Нет, головы немного посидели, как известная песня Да, да, да Не, ну, мало изменились на самом деле, мало На фоне общей радости постепенно приходит разочарование Спустя четыре десятка лет их альма-матер пришла в упадок После того, как в 2008 году училище было расформировано Полное запустение Разваливающиеся здания Выбитые окна Разрушены, так сказать, вкрапления вот этих все выбитых кирпичей уже кое-где обшарпанных Ну, то есть, полное запустение Полное запустение Я очень сожалею, конечно С той стороны тоже была дорожка Там мы сдавали экзамены Экзамены спортивные Вот этого, конечно, честно говоря, не было Не было, всегда было под тем Трава, деревья большие Деревьев таких высоких не было, маленькие были Травы, естественно, не было Ну, косили, потому что постоянно косили Для чего это все делалось? Для чего создавали спортивную школу? Для чего? Конечно, обидность Надо, чтобы это в жилом Для нас, конечно, это большая обида Нам, конечно, хотелось, чтобы кузница кадров авиационных специалистов для России процветала На сегодняшний день она в упадке, конечно, это чувствуется Особенно чувствуют авиационные полки Подразделения, в которых не хватает Лично хорошо образованных, подготовленных специалистов Для нас это большая обида Однако, несмотря на такое запустение Для бывших курсантов это место почти святое Здесь они научились многому И не только в учебе, но и в жизни И хотя у офицеров по-разному сложилась судьба Их объединяет одно – курсантское братство Ценность которого они подтвердили Встретившись через много лет после окончания училища То я нанимаю в Александр Мокин Новости сейчас Стал известен победитель конкурса «Лучший пахарь» Этого звания удостоен Евгений Кацук Черемховского района Состязания трактористов-машинистов прошли накануне Мероприятие собрало 22 участников со всей Иркутской области Они соревновались в подготовке к работе пахотных агрегатов Демонстрировали специалистам теоретические знания И выполняли практическое задание по возделыванию участков За ходом конкурса наблюдал наш корреспондент Артур Харламов Работа тракториста сопоставима с трудом ювелира Только размер основного инструмента для труда больше Механизатор должен четко рассчитать точку входа на участок Чтобы ровно спахать ряды земли и завершить упражнение в определенном месте Организаторы турнира на имя лучшего пахаря при Ангаре Позаботились о соревнующихся и предоставили им достойную технику Погодка для пахоты сегодня выдалась что надо Сейчас по ощущениям в этом поле ну никак не меньше 30 градусов тепла А вот в кабине трактора К744 комфортно и 24 градуса Ведь там установлен кондиционер Поэтому трактористу работать вполне уютно Наблюдают за работой участников конкурса два десятка судей Следят за тем как механизаторы проходят теоретический тест По устройству техники и процессу спашки земель Участок это 64 сотки 100 метров на 64 метра Сначала конечно проводят регулировку Это немаловажно Отрегулировать плуг Значит глубина спашки В принципе мы все года практикуем 22 сантиметра А потом сваленные, разваленные борозы Сначала они отрегулировали Потом припахали сами Потом пашат свой участок Спахали участок, ставят агрегат на место На припашку Потом вторая смена Механизаторы выезжают на участки группами По пять машин Лимита по времени на работу нет Главное выполнить все максимально точно Один из конкурсантов Александр Кривенко рассказывает В родном братском районе за день Он может спахать 10-15 гектаров земли Поэтому здешние объемы Не более чем разминка для пахаря Судей оценят, не знаю как Вроде нормально Как обычно на работе пашин Поочередные отношения на борозде Выясняют сразу 22 тракториста Из 20 территорий при Ангаре У себя на местах Все механизаторы уже прошли Сборочные туры И готовы отстаивать честь родных хозяйств По приветствию соревнующихся Прибыли представители правительства области Это дань уважения К этой профессии Потому что она стоит Во главе сельскохозяйственного производства Потому что сегодня Какую бы отрасль мы не взяли Животноводческую Молочное, мясное скотоводство Либо это производство зерна Понятно, что во главе Это тракторист Это механизатор Заготовка кормов Производство зерна Подготовка почвы Кстати, побороться есть за что Главный приз соревнований Денежная премия 300 тысяч рублей Ее удостоится лучший тракторист Набравший максимальное количество баллов За оба этапа конкурса Артур Харламов, Евгений Шарыпов Новости сейчас Чита флешмобам сердце города Включится в борьбу за бесплатный Wi-Fi Акция приурочена к приезду В Забайкальскую столицу Экспедиции России Под руководством знаменитого Почесельственника и блогера Сергея Доли Подробнее об этом Расскажет моя коллега Из телекомпании Альтес Юлия Тимошенко Здравствуйте, Артем Принять участие во флешмобе Могут все желающие Читинцам нужно будет Выстроиться в цепочку В форме сердца На площади Ленина Чем больше будет сердце Тем больше вероятность того Что в центре города Появится бесплатный Wi-Fi Как отмечают организаторы Такие флешмобы Проходят в каждом городе Куда приезжает Экспедиция Россия А теперь к другим темам Макушка лета Время фруктов и овощей На городских рынках По обочинам дорог Продают витамины На любой вкус Специалисты уверены Что и летом В овощах и фруктах Могут быть нитраты Наша съемочная группа Решила закупить продукты И проверить их качество В лаборатории Каков итог Расскажет Анастасия Новгородова Утро одного из продуктовых рынков Нашего города Продавцы еще не успели Установить ценники А покупатели уже Атаковали прилавки Накануне выходных Покупают все и по многу Огурцы, помидоры, зелень, фрукты Особым спросом в жаркие дни Пользуются арбузом Постучать по самой большой ягоде Где определить Насколько арбуз спелый Это пол-дела А то, что внутри Не превышена доза нитратов Верить приходится только на слово Все выращиваем сами Без нитратов Без пестицидов Добро пожаловать И даже если есть Эти опасные химические вещества Уверены в свою очередь покупатели То это не так уж и страшно А сейчас где их нет нитрат, девушка? Что ни возьми Везде нитраты Или пестициды Ну просто нужно помыть их хорошо Горячую водичку Так что кушаем С нитратами Наполовину Выращивать надо дома На даче Потому что оно свое Знаешь, что без химии Безо всего Наша съемочная группа Тоже закупила фрукты и овощи Только не в салат, как многие А на экспертизу В референтном центре Россельхознадзора Тоже сейчас время урожая С начала весны К ним несут зелень Дыни, кабачки, картошку и арбузы Люди хотят знать Есть ли в них нитраты Пестициды и тяжелые металлы С начала года Из 170 проб В 22 специалистами Выявлено превышение нитратов Но в основном Эти выявления бывают В весенний период И в ранний летний период Это мы связываем с тем Что производитель Хочет получить продукцию быстро Хочет получить большой урожай И использует большое количество Азутных удобрений Которые накапливаются В этой продукции В этот период И соответственно мы выявляем А вот наличие в плодах пестицидов И тяжелых металлов Бывает очень редко За последние два года Говорят специалисты Был только один случай В луке паре Нашли мышья Купленный нами арбуз Помидоры и огурцы Тоже прошли проверку на нитраты Она занимает не больше 15 минут Наши овощи и фрукты Тщательно перемололи Полученную кашу Развесили Необходимо не больше 10 граммов И провели экспертизу Спустя минуту Сопоставив данные Сделали вывод В предоставленных образцах Превышение по нитратам Не обнаружено Сами по себе нитраты Говорят специалисты Не вредны Опасно их превышение В организме Где они превращаются В нитриты Которые в свою очередь Оказывают токсическое воздействие А значит Могут вызвать отравление Как отметили в лаборатории Избежать плодов С большим содержанием Вредных веществ Можно самим Не отходя от прилавка Универсальное правило Для всех Выбирать овощи И фрукты Средних размеров Также диетологи Советуют вымачивать Купленные на рынке Витамины Анастасия Новгородова Александр Забелин Время новостей Накануне Свой 60-летний юбилей Отметил забайкальский Автор Олег Петров За годы творчества Он написал Множество рассказов Повести и книг Одна из них Повесть Снегирина снегу Была отмечена Третьей премией Конкурса ФСБ России На лучшее произведение Литературы И искусства По работе органов Федеральной службы безопасности Это первый случай Когда столь престижную Награду получил Забайкальский автор Не все снять За военной поры Пустыри Где судьба Нашей юности Света И летят снегири И летят снегири Через память мою До света Эти стройки песни Юрия Антонова Дали толчок Создали некий Поэтический образ Из которого и родилось Название Снегирина снегу На них похожи Капли крови Что собираются Снежного наста Герои повести Посвященной Героической работе Чекистов В немецко-фашистском тылу Как говорит Олег Георгиевич Работа над ней Заняла без малого 20 лет В 1985 Ко дню победы Он написал Маленький рассказ И потом о нем забыл Но вот Пару лет назад Он увидел фотографию Рудольфа Бангерского Группенфюрера СС Главы латышских нацистов Бывший царский генерал В годы гражданской войны Стал с подвижником Атамана Семенова И с ним бежал В Манжурию Его противоречивая фигура Дала новый толчок К созданию повести В результате Родилось увлекательное Приключенческое произведение О работе наших разведчиков В фашистском тылу Эта повесть Действительно Помимо того Что великолепным языком Написана Она глубоко психологична Это настоящая Историческая проза И приключенческая проза Одновременно Поэтому я вас Поздравляю с дебютом И желаю вам Огромных творческих успехов Пишите Работайте Мы будем ждать В разные годы Лауреатами премии Становились Карен Шахназаров И Владимир Хатиненко Евгений Балуев Андрей Чадов Николай Расторгуев Александр Маршал Олег Газманов Сам Олег Георгиевич Премию получал На одной сцене С создателями сериала Крик Савы Но сам автор считает Что написание повести Получение премии Невозможно было бы Без помощи Забайкальских чекистов Они и советы О различных тонкостях Оперативной работы дадут Интересные случаи С практики могут поведать В нашем управлении ФСБ Активно действующий Совет ветеранов Который возглавляет Полковник в отставке Алексей Владимирович Соловьев Человек десятки лет Уже увлекающийся Историей Органов безопасности Человек, который знает Наши архивы И не раз помогал Забайкальским писателям Писал как-то всегда И в школе Что-то там такое Появлялось Ну конечно на уровне Дилетантства Безусловно Это я был вечным Редактором Стенгазет И в школе И потом Вот мне это нравилось Кстати Потом учился Когда в училище Пограничном Вот первые публикации Появились Незамысловатых стихов Курсанта-пограничника Появились в районной газете Одинцовского района Московской области Десятилетие руководства Ведомственной газеты МВД За эти годы Было издано много Работа в делах Репрессированных В том числе И судьбе деда Братьев Соломиных Затем работа Над словом Забайкалье В творческих планах Написание Небольшой повести О жизни молодого Сельского учителя Как говорит Олег Георгиевич Она будет Автобиографична Жизненных историй Достаточно Но все же О своих задумках Он не очень любит Говорить Постоянно повторяя Поговорку Хочешь Рассмешить Бога Расскажи ему О своих планах Антон Матушевский Юлия Тимошенко Дмитрий Пенигин Время новостей И это все О чем мы хотели Вам сегодня рассказать Передаю слово Моим коллегам Здравствуйте Здравствуйте коллеги В международной Информационной программе Середина земли О новостях столицы Расскажут корреспонденты Телекомпании АЭС Монголия И я Мирослава Барху Из года в год В июле месяце Монголия Отмечает Национальный фестиваль Надом Праздник всегда Проходит с широким Размахом В этом году Отмечает 2223-летие Монгольского государства 93-летие Победы Народной революции 808-летие Становление Великой Монголии В честь знаменательных Дат на центральном Стадионе Развернулось Настоящее Театральное представление Слово Нашим корреспондентам Играет повсюду праздничная мелодия Солнечная Ясная погода На церемонии Открытия Надома Показали Свои художественные Выступления 5000 Деятелей Культуры Уже второй год Герой труда Монголии Сосор Барам Ставит художественную Часть Открытия Надома Торжественное Открытие Праздника Надом В честь 2223-летия Монгольской Государственности 808-летия Великой Монгольской Империи И 93-летия Народной Революции Начинается С церемонией Водружения Белого стяга На трибуне Руководители Государства Члены Правительства Великого Государственного Хурала Во главе С президентом Монголии Элбек Доржем По стадиону Раскатилось Приветствие Зрителей В нарядных Национальных Костюмах Президент Монголия Открыл Праздничную Церемонию Традиционным Поклоном И словами Приветствия О наследии Былого И процветании В настоящем Мы Монголы Прирожденные Всадники Восхищаемся Своими Быстрыми Скакунами И гордимся Смелыми Наездниками После Приветственной Речи Президента Во время Звучания Государственного Гимна В небо Взмылись Белые Голуби На главную Праздничную Арену Проходят Участники Надомских Соревнований А вслед за Ними Идут Около Пяти тысяч Представителей Культуры Открытие Надома Этого Года Стало Я и мой Друг Сосор Барам Который Второй Год Работает Над Режиссурой Постарались Сделать Праздник Еще Красивее На Проведение Праздничных Мероприятий На Дома Этого Года Из бюджета Было Выделено Более Двух Миллиардов Тугров Организационный Комитет Впервые За 55 Лет Обновил Сидячие Места Центральной Праздничной Арены Было Установлено 12 тысяч Новых Сидений Проведены Внутренние И наружные Отделочные Работы Цены На билет В зависимости От категории Составляли 16 тысяч 20 и 24 тысяч Тугров Солнечная И безмятежная Погода Благоприятствует Празднику Ценсор Эрден Байсгалан Аист Монголия Монгольские Стрелки Порадовали Своих Болельщиков Меткостью И мастерством По традиции Арену Стрельбич Посетил Президент Монголийц И совершил Церемониальный Выстрел Наш корреспондент Побывал на соревнованиях И готов поделиться Своими впечатлениями Весьма многолюдная Арена По застязанию Стрелков Лучников Президент Монголийц Игин Элбек Дорж Порадовал зрителей Посетив Стрельбище Для церемониального Выстрела На проверку Государственной Прозорливости По указу президента В этом году На 50% Повышен призовой Фонд Для стрелков Лучников Люди С удовольствием Восприняли это решение Считая это проявление Государственной поддержки Национального спорта Традиционные состязания По стрельбе Открылись Эти соревнования Меткости Всегда привлекают Внимание Приехавших на праздник Еще раз хочу Поздравить свой народ С праздником Надом Этот надом Особенный Так как выдался Хороший год для нас Достойный представитель Данного спорта Меткий стрелок Изаймака Дорнот Цирен Удостоился Звания Герой труда За выдающиеся достижения В этом виде Национального спорта Во время надома Состоялись Три вида Состязаний По стрельбе Из лука Национальная Хал-стрельба Бурятская И уриханская Стрельба В хал-стрельбе Мишени расположены На расстоянии 40 метров А бурятская стрельба Происходит По двум позициям Также интересны Состязания По уринхай-стрельбе Особенность Их участие Только мужчин Для состязаний Традиционный Ховчахай Или сильно согнутый Лук Длина стрелы Доходит до 100 сантиметров А диаметр В поперечнике Составляет 1,3 сантиметра Вес от 50 до 60 грамм Самый меткий стрелок Дагзма Поделилась впечатлением О нынешних состязаниях И о молодых спортсменах Она более 30 лет Занимается Этим видом спорта Инициатива О награждении стрелков Попавших в цель Более 20 раз Принадлежит ей На Донске стрельбище Прошли замечательно Основная категория Это халхстрельба Нас стрелков Порадовала новость Об увеличении Призового фонда По стрельбе из лука Также интересно Предложение Об организации Команды состязаний На приз премьер-министра Соревнования по стрельбе Прошли под возгласы И восхищение меткостью стрелков Сегодня день состязаний По халхстрельбе Завтра состоятся Финальные соревнования По ней Дэнсмайн Билэк Аист Монголия Это были новости Монголии Благодарю за внимание Передаю слово Нашим коллегам из Китая На связи корреспонденты Телекомпании Си-Си-Тиви-Русский Из Пекина Телеканал Си-Си-Тиви-Русский Приветствует Зрители программы Середина земли В студии Инамила В ближайшие минуты Я и мои коллеги Расскажем вам О самых любопытных Событиях в Китае Вот и закончился Чемпионат мира по футболу Хотя Китай не участвовал В нынешних играх Но все же косвенно Принимал участие Сложное оборудование Сувениры Футбольная форма Большая часть Запустующих турниров Товаров Презаводилась в Канер А болеют здесь так Как будто сборная страны Прорвалась в финал И это при том Что разница во времени У Китая и Бразилии 11 часов И многие матчи Начинаются в 4 утра По местному времени О китайской составляющей Главного футбольного турнира Расскажут наши корреспонденты Если вы захотите Купить себе копию Главного футбольного трофея То скорее всего Обнаружите на ней Надпись Made in China Памятные и стандартные Копии Кубка мира FIFA Вручаемого победителем Чемпионата мира по футболу Уже много лет Производятся Одной из китайских компаний К слову В Бразилии Такие сувениры Очень популярны Ну по крайней мере Были Пока национальная команда Оставалась претендентом На чемпионство На этом чемпионате мира Продажи кубков Идут куда лучше Чем на прошлом Мы уже продали их На 50% больше Все Ну или почти все На мундиале И вокруг него Сделано в Китае Главный талисман Броненосец Фулека Придумали его в Бразилии Но производством По лицензии Занимаются в городе Ханчжоу Китайские Гибридные автобусы Возят болельщиков А электропоезда Связали стадионы Где проходят игры В южноамериканскую страну Из КНР Отправили 27 комплектов Солнечных панелей Для спортивных объектов И медиа центров И конечно сувениры Фанатская атрибутика От париков до шарфиков Естественно Made in China У нас есть право На производство Пяти категорий продуктов От мягких игрушек До узоров на машины Всего мы будем выпускать Более ста видов товаров Наша продукция Уходит не только в Бразилию У нас контакты с дистрибьюторами Из 42 стран На Китай уже давно Перестали смотреть Как на мировую фабрику Дешевых подделок Заказчики знают Что здесь они В кратчайшие сроки И за приемлемую цену Получат высококачественный товар И это при том Что порой Изготовить нужно Далеко не стандартные вещи В Китае Очень хорошо чувствуют Конъюнктуру рынка И уж если появляется Возможность заработать Ее стараются не упустить Нынешний чемпионат мира Запомнится болельщикам Не только обилием голов И сенсационным проигрышем Бразильцев В матче Уругвай-Италия Южноамериканец Луис Суарес Укусил одного из своих соперников И буквально через пару дней В китайских интернет-магазинах Появились вот такие брелоки Вот так просто Любой желающий Может оставить себе на память Частичку этого Уже легендарного события Всего за два дня Этот сувенир купили Несколько тысяч человек В онлайн-магазинах Можно отыскать множество Абсолютно разных Интерпретаций этой вещицы Дешевые, дорогие В общем на любой вкус И продажа открывалок Это лишь малая Из того, на чем зарабатывают Китайцы во время Чемпионата мира Местным футбольным фанатам В дни турнира Приходится нелегко Разница с Бразилией 11 часов В такое время Большая часть магазинов И ресторанов в КНР закрыты А спортбары Есть не в каждом Спальном районе Поэтому Сообразительные Предприниматели Решили не оставлять Болельщиков голодными И разработали Специальное приложение Время проведения матчей Мы поместили QR-код Или по-другому Двухмерный штрих-код Прямо на экран телевизора Для его сканирования Вы можете использовать Свой мобильный телефон Сразу появляется Доступ к информации О том, какие рестораны Работают И что они готовы предложить Далее вы можете заказать Любое блюдо И водители-экспедиторы Быстро доставят его К вам домой С начала мирового Футбольного первенства Прибыль компании Джан Яна Увеличилась на 30% Но много в Китае И тех, кто предпочитает Смотреть футбол В большой дружной компании За бокалом Любимого пива В эти дни Как никогда Популярна услуга Трезвый водитель Где вы находитесь? Планируете выехать В два часа? Хорошо Позже наш водитель Свяжется с вами Колл-центры В прямом смысле Не успевают Принимать звонки В компании Специально На время чемпионата мира Значительно Расширили штат Больше набрали И операторов И водителей Мы очень заняты Особенно после полуночи Звонки идут шквалом Клиенты едва ли Не каждую минуту Заказывают водителя За эту неделю Объем заказов У нас вырос на треть По сравнению с неделей До открытия чемпионата А год назад Заказов было В половину меньше За руль я сегодня Уже не сяду Чтобы не рисковать Правила у нас строгие И чтобы не попасться Я вызову водителя по найму Китай по-настоящему Футбольная страна Здесь нет своей сильной сборной Но болельщики готовы Не спать ночи напролет Лишь бы увидеть Все матчи турнира Лишь бы не пропустить Что-нибудь наподобие Укуса Суареса Или разгрома бразильцев А спрос Как известно Порождает предложение И в Китае Всегда готовы Это предложение сделать В Пекине Все популярнее становится Солнечная энергия Гелиопанели Теперь устанавливают Не только на отдельных Уличных фонарях Но и на крышах Жилых домов Целые кварталы В столице Уже превратились В настоящие поля Солнечных батарей Оправдывает ли себя Такая экологически чистая практика Узнавали наши корреспонденты Восточный район Пекина Тунчжоу Лидер в городе По использованию Зелёных технологий Площадь установленных Здесь солнечных панелей Равняется 20 футбольным полям Больше ни один район Столицы Такими цифрами Похвастаться не может А внедряет Альтернативную энергетику В жилом массиве Компания СИИТС Предполагается Что наши панели Будут вырабатывать 16 миллионов Киловатт-часов В год А это Сэкономит Городу 5000 тонн угля И сократит Вредные выбросы На 160 тысяч Тонн углекислого газа Солнечные Или гелиопанели Уже получили Большое распространение На юге Китая Для северного Пекина Эта практика Относительно новая Но город Быстро подтягивается К самым Солнечным городам Энергию солнца Уже используют Многие школы И административные Учреждения Однако специалисты Говорят Что Пекин Трудно назвать Дружелюбным К альтернативной Энергетике городом Например В Европе Процент использования Альтернативных Источников энергии В общем объеме Энергопотребления Довольно высок В Китае же И в Пекине В частности Это пока небольшие цифры А причина проста У нас много Высотных зданий Но их крыши Спроектированы так Что там Очень трудно Размещать Солнечные панели Сейчас Перед солнечными Компаниями Стоит довольно Амбициозная задача В течение года Объем Производимой В КНР Энергии Солнца Должен достичь 14,5 гигаватт И более половины Будут выдавать Панели На крышах Жилых И промышленных Зданий Наши мощности Позволяют нам Создавать Солнечные станции От начала И до конца Мы также Осуществляем Эксплуатацию Этих станций Мы стараемся Отказаться От посредников Чтобы снизить Стоимость Нашей энергии Внедрять Альтернативную энергетику Профильным компаниям Помогает государство В КНР Действует Специальная программа Поддержки Она включает Значительные льготы И специальные Закупочные тарифы На экологически Чистую Электроэнергию Василий Паршута Руслана Гасанова Си Си Ти Ви Это все О чем мы хотели Рассказать вам на сегодня Всего доброго И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин